Белые ночи Белые ночи В целом все тенденции у нас развития службы положительные. В последние 5,5 лет приоритеты развития медицины в Российской Федерации у нас определяет национальный проект здравоохранения. Цель национального проекта была определена как повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В рамках национального проекта здравоохранения были разработаны и действуют сейчас ряд федеральных проектов и в том числе федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями. Федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями, как я уже сказала, стартовал в 2019 году и перед онкологической службой были поставлены задачи. Следующие задачи и целевые показатели, которые вы здесь можете видеть. То есть это показатели, которые у нас были определены в начале 2019 года. Было три целевых показателя. Это повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на первой-второй стадии. Это увеличение доли пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, и снижение одногодичной летальности. В 2021 году к ним добавился еще один показатель. Это доля пациентов, прошедших обследование и лечение в текущем году. Надо сказать, что жизнь несла свои коррективы. И сейчас данные показатели, это раннее выявление и одногодичная летальность отличаются от тех, которые были заданы изначально. В связи с тем, что в 2020 году, к сожалению, была эпидемия новой коронавирусной инфекции. И диагностические мероприятия, мероприятия по ранней диагностике были приостановлены. И в связи с этим показатели были скорректированы. И на данном слайде вы можете видеть также основные мероприятия, которые определены федеральным проектом. И в дальнейшем я постараюсь быстро пройти по этим мероприятиям, для того, чтобы мы посмотрели, что же все-таки у нас сделано. Сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках организации трехуровневой системы у нас сейчас действует на конец 2023 года 534 ЦАОПа, 89 онкологических диспансеров и онкологических больниц, 18 референс-центров и 4 национальных медицинских исследовательских центра. Одно из мероприятий федерального проекта это у нас организация центров амбулаторной онкологической помощи. Это новая структурная единица, которая организовывалась, формировалась и развивалась именно в рамках данного федерального проекта. Как я уже сказала, что их действует у нас 534. И надо сказать, что, конечно, центр амбулаторной онкологической помощи функционирует везде, несколько отличается функционирование, но все-таки основные функции центра это установление диагноза в максимально короткие сроки, это получение пациентами противоопухолекарственной терапии в условиях дневного стационара, диспансерное наблюдение и момент, который, к сожалению, часто выпадает. Это организационно-методическая работа в той медицинской организации, где центр амбулаторной помощи организован и в тех медицинских организациях, население которого обслуживает данные центра амбулаторной онкологической помощи. Референс-центр. Это тоже новая структура, которая была организована в рамках реализации федерального проекта. Это референс-центры иммуногистохимических, молекулярно-генетических, патоморфологических и лучевых методов исследования. Все медицинские организации, которые включены в систему ОМС, могут бесплатно направлять на исследование биологический материал, изображение и получать второе референсное мнение федеральных медицинских организаций, что помогает регионам скорректировать тактику лечения и определить тактику лечения в сложных случаях и при необходимости направить пациента в федеральную медицинскую организацию для прохождения лечения. Сформировано, у нас выстроено и сформировано благодаря федеральному проекту трехуровней системы оказания онкологической помощи. С 1 января 2022 года вступил в силу у нас новый порядок, который регулирует и приводит к единым стандартам этапы оказания медицинской помощи, также оснащения и штаты. На основании федерального приказа каждый регион разрабатывает свои нормативно-правовые акты, в которые регулирует оказание онкологической помощи в своем регионе, определяет те медицинские организации, которые участвуют. Хочется отметить, что в маршрутизации могут быть включены медицинские организации разной формы собственности и условиями является то, что они должны участвовать в территориальной программе обязательного медицинского страхования и иметь соответствующие лицензии. И также полностью сохранена возможность пациентам получать высокотехнологичную помощь в федеральных медицинских организациях. Также мероприятиями федерального проекта у нас и в рамках нового приказа закреплено то, что... Так, извиняюсь. Да, проведение онкологического консилиума стало обязательным. Онкологический консилиум у нас... Есть требования к проведению онкологического консилиума. Онкологический консилиум может проводиться на базе специализированных медицинских организаций, в которых есть отделение хирургических методов лечения, противоопухолевое лечение проводится и также отделение радиотерапии. Обязательно должны быть включены в состав онкологического консилиума онкологи, радиотерапевты и специалисты при необходимости других специальностей. Обязательным является и проведение онкологического консилиума у нас при изменении тактики лечения, и решение онкологического консилиума является обязательным при лечении пациента. Изменения коснулись и сроков оказания онкологической помощи. В 2020 году внесены существенные дополнения в программу государственной гарантии бесплатного оказания медицинской помощи и сокращены сроки как диагностики, так и начала терапии. Сроки проведения вы все прекрасно знаете, но повторим, что сроки проведения консультации врача-специалиста, при подозрении на онкологическое заболевание не должны превышать трех рабочих дней. При подозрении в тот же день врач-онколог должен направить пациента для проведения лабораторных и инструментальных диагностических исследований, которые должны быть проведены в течение семи рабочих дней. После верификации диагноза пациент у нас должен в течение трех дней быть поставлен под диспансерное наблюдение и оказание специализированной помощи должно быть организовано не позднее семи рабочих дней после верификации диагноза. Надо отметить, что в Российской Федерации для ранней диагностики с целью достижения показателя по ранней диагностике внедрены скрининговые программы, которые у нас закреплены в том числе и в 404 приказе. На данном слайде вы можете увидеть состав, кратность проведения скрининговых программ, а также те группы населения, которые у нас определены для обследования. Не может быть развития ни одной отрасли без усиления материально-технической базы. И здесь также проведена огромная работа, выделены средства для того, чтобы у нас медицинские организации, где оказывается онкологическая помощь, имели крепкую материальную базу, были и в рамках реализации мероприятий федерального проекта медицинские организации были как дооснащены, так и переоснащены медицинским оборудованием. На данном слайде вам представлены результаты переоснащения медицинским оборудованием Центрального федерального округа в 2023 году. Переоснащалось 35 медицинских организаций, всего было закуплено 97 единиц оборудования, из них 10 тяжелого оборудования. И за весь период с 2019 по 2023 год в медицинских организациях ЦФО было закуплено 126 единиц тяжелого оборудования, в том числе линейные ускорители, и 85 единиц эндовидеоскопических комплексов. Это вот такие краткие итоги данного проекта. Что еще у нас, куда были направлены большие финансовые средства? Они были направлены на дополнительное финансирование онкологической помощи. И что мы здесь видим? Что финансирование увеличилось, начиная с 2019 года, в 1,8 раза. Основное число случаев, которые были увеличены, это противоопухолевая лекарственная терапия. И в связи с тем, что у нас произошло перевооружение медицинских организаций линейными ускорителями, вы видите, как выросло число случаев лучевой терапии и лучевой терапии в сочетании с лекарственной терапией. Также в связи с развитием стационар-замещающих технологий и развитием дневных стационаров в центрах амбулаторной онкологической помощи, мы видим, что объем медицинской помощи в условиях дневных стационаров сейчас даже несколько превышает объем медицинской помощи в круглосуточном стационаре. Не обошло стороной и изменение нормативно-правового регулирования организации онкологической службы. Здесь представлены небольшое число тех нормативно-правовых актов, которые были приняты начиная с 2019 года. Для нас, конечно, наиважнейшими является приказ 116Н, который утверждает порядок организации медицинской помощи, 404 приказ, 548 приказ. Надо сказать, что наш 116 приказ прошел большой путь, была и проведена регуляторная гильотина, было широкое обсуждение приказа и как медицинским сообществом, так и профессиональными общественными медицинскими организациями. Развитие цифровизации. Ни одна отрасль сейчас без этого обойтись не может. Во всех регионах у нас развиваются единые медицинские информационные системы. О сложностях внедрения медицинских информационных систем, конечно, мы все знаем, но, так скажем, дорогу осилит идущий. Единая государственная информационная система на федеральном уровне внедрена, которая занимается обменом информации между медицинскими организациями и федеральными структурами. Развивается активно телемедицина и искусственный интеллект, который играет важную роль в разработке персонифицированных планов лечения пациента. По поводу телемедицинских технологий. Это тоже то новшество, которое активно развивалось с начала внедрения федерального проекта. Телемедицинские технологии можно получить как в национальных медицинских исследовательских центрах по профилю онкология, так и медицинские организации при необходимости могут обратиться и в другие федеральные медицинские организации. Также телемедицинские консультации могут проходить внутри региона по системе врач-врач, что также способствует сокращению сроков диагностики. То, что этот инструмент востребован, показано на следующем слайде. И, как вы видите, по примеру МИЦ-радиологии, если в 2019 году было чуть более 2000 запросов на проведение телемедицинских консультаций, то к 2023 году этот показатель вырос до 17000 запросов от медицинских организаций. Наши пациенты очень часто обращают необходимо проведение палеотивной медицинской помощи и важные изменения также произошли и в ней. На данном слайде вы можете видеть, какие изменения произошли. Надо заметить то, что, к сожалению, ситуация с палеотивной помощью все-таки еще далека от идеальной, но те изменения, которые есть, они очень важные. В том числе и возможность пациентам лечиться в условиях дневного стационара и все остальное время находиться в комфортных для них домашних условиях. Это и то, что они могут получать медицинские изделия для использования на дому и возможность оказания палеотивной помощи пациентам, которые не способны подписать информированное добровольное согласие. Строительство. Изначально это мероприятие включало в себя строительство новых корпусов в шести регионах и двух диспансеров и двух объектов федерального уровня. Это НМИЦ-ардиологии и НМИЦ-онкологии имени Петрова. Данная ситуация также претерпела изменения и число регионов, которые были включены в это мероприятие, расширилось. И сейчас, как уже в стадии ввода в эксплуатацию, так еще и в стадии продолжения работы над объектами, в это мероприятие включены объекты Воронежской, Ярославской, Тульской, Смоленской, Пензенской, Мурманской областей, Республики Кабардино-Балкария, Республики Саха, Ставропольского края и Рязанской области. Информационно-коммуникационная кампания, она проходит в каждом регионе, это привлекаются и СМИ, и организуются дни открытых дверей, организуются различные мероприятия в медицинских организациях для широкого слоя населения. Отдельно хочется выделить просветительский проект «Онкопатруль», вы о нем все прекрасно знаете, и на данном слайде итоги 2023 года. В рамках проекта специалисты МИЦ-радиологии совместно с региональными онкодиспансерами проводят мероприятия на крупных производствах, проходят скрининги мужского и женского здоровья, просветительские семинары, семинары, мастер-класс для врачей. То есть таким образом сотрудники предприятия прямо на местах могут пройти все обследования. Ну и заключительный слайд моей презентации. Все-таки показатели у нас являются мерой того, как мы движемся. И хочется сказать, вы здесь все видите, что в общем-то тенденции у нас положительные, и все мы надеемся, что показатели федерального проекта к концу 2024 года будут выполнены. Благодарю вас за внимание.